Уважаемые участники, у нас не так много уникальных случаев на моей памяти, когда количество судей, можно сказать, превышает количество участников, но чего не сделаешь ради Аргентины. Итак, всем добрый вечер. Это чемпионат мира по чтению слух на русском языке. Открой рот. Я сегодня в качестве Михаила Фаустова провожу этот этап для Буэнос-Айрса и приветствую участников, с которыми мы виделись в прошлом году. Вижу, сегодня у нас действующая чемпионка. Чуть позже мы со всеми познакомимся. Пока очень коротко напомню о правилах и надеюсь, что за это время к нам присоединится еще один, а может быть даже два человека. Кто-то на автобусе едет, где-то там по Буэнос-Айресу у кого-то отключился интернет дома, и он старается срочно передислоцироваться. Кто-то вот у нас прям тоже пытается подключиться, но пока нет. Так что немного потяну время и расскажу, что же произошло за этот год. Ну, если совсем коротко, то прошлый сезон нам казался, конечно, совершенно чудовищным, затянувшимся со всеми вот этими ковидными делами, ограничениями. Было непонятно, как его завершать. Было непонятно, где проводить. Тем не менее, все-таки это сделали в смешанном формате. Финал сезона 2019-2020 состоялся в рамках Московской книжной ярмарки. И участники также все в Zoom были, их выводили на экран. Михаил был живьем, и судейская бригада тоже присутствовала живьем. В общем, это был совершенно удивительный какой-то эксперимент. Участники не слышали, какие оценки им ставили, точнее слышали, но очень плохо. Они очень понимали, что и как там происходило, но тем не менее, финал состоялся. Победила москвичка Инна Булекова. Так, все, есть у нас четвертый участник. А значит, можно ускориться и от исторических событий, которые произошли с чемпионатом в прошлом году, можно уже переходить к делу. Итак, напомню о правилах. Читаем три раунда. В первом раунде мы читаем современную российскую прозу. Во втором раунде поэзия. В третьем современная зарубежная проза. Ну, а когда дойдем до финала, там вот узнаем, какие фрагменты приготовил нам Михаил. Специально для этого сезона он лично отбирает все тексты. Михаил Фаустов – создатель, автор чемпионата «Идейный вдохновитель». В общем, отец и мать от Крой Рота, который вот сегодня всем передает большой привет из Новосибирска. Ну что же, записывается у нас зум-трансляция. К сожалению, не получилось запустить все это в Ютубе, но мы обязательно потом это все выложим. Так что не волнуйтесь, будет возможность все это увидеть и постфактум как-то прокомментировать. Ну, а сегодня мы вот в такой небольшой компании будем читать фрагменты из хороших книг вслух. И я так понимаю, что новичков нет, опытнейший судейский состав, опытные у нас участники из Аргентины. Поэтому напомню, что оценивать ваше выступление будут по двум категориям. Первая – это техника чтения. Вторая – это артистизм. Артистизм. Оценки ставятся от одного до шести. Ну, техника чтения, напомню, что это ударение, смысловые паузы, интонации. Вот все, что может включить в себя техника – это вот оно. С артистизмом гораздо сложнее. Материя – это тонкая. И здесь, как я часто говорю, судьи должны руководствоваться своим исключительным революционным чутьем для того, чтобы понять, у кого же был уместен артистизм. Кто же понял то, что он читает, сумел уловить характер прочитанного и донести это до слушателей. Поэтому вот с оценкой за артистизм сложнее. Но, как я уже говорил, судейский состав сегодня очень опытный. И я думаю, что каждую из своих оценок они абсолютно без каких-либо проблем смогут объяснить. Итак, давайте же познакомимся с судейской бригадой. И прежде всего хотелось бы начать с человеком, который в прошлом году уже судил у нас участников из Аргентины. Это, не побоюсь этого слова, российский критик с большой буквы, редактор, литературный деятель, поэт, телеведущий, ресторатор и даже сооснователь электронного бригада. Он на издательской системе «Ридейра». Александр Гаврилов, Александр, мы вас приветствуем. И несколько слов нашим участникам. Здравствуйте, здравствуйте. Я действительно к этому туру отношусь с большой нежностью еще с прошлого года. Правда, теперь я уже не застрял из-за ковидных ограничений в Перу, а физически присутствую в городе Москва. Но сердце мое по-прежнему в Латинской Америке. Вот, да, это чувствуется, это согревает наших участников, ну и, конечно же, нас как организаторов тоже. Итак, Александр Гаврилов. И к нему сегодня примкнули еще один опытнейший участник чемпионата в прошлом. Вот, теперь уже судья, доцент высшей школы экономики Денис Новак. Здравствуйте, дорогие друзья. Ни разу не был в Латинской Америке, но очень рад примкнуть сегодня к нашему прекрасному собранию. Спасибо, Денис. И сегодня дебютирует в качестве судьи во взрослом чемпионате радиоведущий Юрий Киваркян. Юра, почему-то видео у тебя пропало. Я скромный просто, я отключил его. Юра, ну мы должны тебя увидеть хотя бы в время представления. Юрий также опытный участник, участник последнего матча «Всех звезд», который проходил зимой в Москве. Блестяще Юрий выступал. Вот, это такой вот, да, незабываемый был совершенно матч. Видео можно найти и на Фейсбуке, и на Ютубе на нашем канале. Ну вот, сегодня Юрий будет оценивать участников. Сегодня я гораздо более одет, чем на матче с Эйвеном. Да, да. Ну, об этом, я думаю, мы еще вспомним, поговорим сегодня. Ну что же, уважаемые, как вот правильно жительниц Буэнос-Айрса называют, Надежда, помогите мне, Елена. Портенниус. А, все, вот так вот, да. Итак, как вы поняли, что не случайно сегодня у нас сугубо мужское жюри, потому что все участники – это прекрасные жители Аргентины, представительницы прекрасной половины. И давайте же теперь с вами познакомимся. Надежда Пузанкова. Надежда. Здравствуйте, здравствуйте. Приятно поучаствовать снова и снова. И спасибо, что все мы собрались и, надеюсь, все будет круто. Да. Елена Шерудила. Добрый день. Я хочу еще раз поздравить всех с праздником Светлой Пасхи. У нас в Аргентине в самом разгаре это Светлое Воскресенье. Хочу сказать, что конкурс для меня на самом деле впервые. В 2017 году мой сын участвовал в конкурсе «Страница 2017» среди вот школьников. И я могла посмотреть, как это происходит. А вот именно «Откроет рот» – это для меня новый опыт, новые компетенции. И я очень рада, что сегодня я вместе с вами. Отлично, значит, все-таки есть у нас сегодня новички, и это радует. Ну, и Елена Агарвал. Лена, не побоюсь этого слова, присоединилась к нам из Вашингтона, но она по праву заслуживает быть сегодня участницей из Буэнос-Айреса и представлять Аргентину, поскольку очень тесно сотрудничает с нашей аргентинской ячейкой, очень плотно, да, помогает, в общем, оказывает серьезную помощь. Сама Лена, может быть, сейчас об этом несколько слов даже и скажет. Лена, не слышно, что случилось. Показывает оборудование, да, что есть микрофон. Где-то что-то отходит, наверное. Ну, вот, на самом интересном месте. Так, Лен, если сейчас не заработает, попробуй, пожалуйста, выйти и еще раз зайти. Да, я думаю, что тогда уже все заработает, и мы обязательно услышим Лену. Ну, а пока Елена переподключается, скажу, что в этом сезоне. А, прошу прощения, вот так вот, да, смотрит на меня Юля. Юля, и хочет сказать, как это, что, а чемпионку-то забыла. Юля Сульженко, победительница прошлого сезона, чемпионка Аргентины. Сегодня с нами Юля. Всем добрый день, добрый вечер, очень рада снова поучаствовать. Приятно, что этот конкурс сохранился и продолжает жить. Стараемся, спасибо, спасибо, Юля. Всем удачи. Да, итак, напомню, что в этом сезоне у нас постоянные партнеры. Это российская онлайн-библиотека MyBook. Десятки тысяч книг, аудиокниг, очень удобное приложение. Можно использовать как через браузер, так же и скачивать на электронные мобильные устройства. Плюс партнером выступает онлайн-магазин MyShop. Ну, не побоюсь этого слова, это такой небольшой Алиэкспресс. И победитель сегодняшнего этапа обязательно получит сертификат от MyShop, постоянную скидку на 18%. Ну, а все участники получат промокод на 14 дней для использования онлайн-библиотеки. А победитель еще и получит специальный дополнительный промокод на целый месяц. Ну, и также с гордостью, с радостью могу сообщить о том, что победитель сегодня присоединится к финалу конференции «За граница», который пройдет у нас 17 мая. Будет это тоже в Zoom, и, в общем, сразу можно уже настраиваться, готовиться, задавать какие-то вопросы по этому поводу. Итак, да, вот еще вижу, что Алина к нам скоро присоединится. Пока вот Елена повторно заходит, сейчас увидим, будет ли ее слышно. Лена, по-моему, поменяла устройство. Лена, скажи что-нибудь. А можно Лене принудительно включить микрофон? Я его, я уже включила, вот сейчас слышу. Отлично, слышу. Я вам нападу. В порядке, отлично. Ну, вот непросто, конечно. Ну, понятное дело, что 1 мая был вчера, сегодня Пасха. Все вот эти вот прекрасные праздники, они, естественно, добавляют некоторые сложности им технические заминки. Но все мы их победили, поэтому переходим к жеребьевке, и начинает участник под номером 2, Надежда Пузанкова. Надежда, ловите текст, напомню для всех, что тексты приходят в чат зума. Обязательно начинаем выступление с названия и автора, и, в общем-то, пробежав глазами по диагонали, начинаем читать. Итак, Надежда, включайте микрофон, автор названия. Поехали. Александр Пелевин, Покров 17. Он говорил, что его обманули, сказал я, что ему позвонили от имени института, будто звонил сам Юферс и просил встретить меня. Бросьте, перебил Каменек. Он врет, он хитрый. Ему зачем-то понадобилась вся эта история, чтобы, не знаю, просто есть еще кое-что. Так опять что-то. Что еще? Сухо спросил я, потушив окурок. Вы не первый такой, не первый, кого привел сюда этот человек. И не первый, кто заразился, употребив уголек. И? И хорошо, карты на стол. Он хлопнул себя ладонью по колену, будто и впрямь выкладывал карты. В 89-м году капитан привел в институт одного человека. В скором времени этот человек употребил уголек. Заболел. Начал превращаться. А потом исчез. Спасибо. Итак, старт дан. И первые оценки для Надежды Пузанковой. Александр. Напомните мне, пожалуйста, как мы выставляем оценки. Я уже предупреждал, что я не помню ничего. Так, оценки ставим от одного до шести. Первая оценка – это техника чтения. Вторая оценка – артистизм. Ставить можно в формате, как раньше на фигурном катании. 4-4, 4-5, 6-5. Как-то так обязательно озвучиваем голосом. И вот так все три раунда. Ну, давайте, понимая, что вам всегда тяжелее, давайте мы поставим 5-5. Денис. Первая оценка за технику – 5. Вторая оценка за артистизм – 4. Юра. А я, как всегда, буду самый вредный из судей. 4-4. Ну что же, и судейство тоже неплохое для начала. Следующий участник – Елена Ширудилович. Лена, прошу вас. Секундочку, загружается чат. Владимир Сорокин. Пир. Чокнулись, выпили. Стали закусывать груздями. Правильные грибы у них громко хрустел, не закрывая губ оболенский. Они какого-то лесника нашли. Он груздит, солит по старому рецепту, в кочке бочку закатает, бочку на дно озера и хранит там. Кайф. Здесь вообще очень приличная кухня. Да, я помню. Подошла длинноногая официантка в белом бикини. Вы готовы сделать заказ? А что у вас хорошего? Посмотрел снизу вверх шноговняк. У нас все вкусно, улыбнулась она. Ливорнский форшмак, судочки в чешуе из картофеля, ситринка под вишневым соусом, куриные котлеты, помпадур с клубникой и ананасами. Поросяка молочная. Блины с черной икрой есть? Спросил Аболенский. Конечно, принесите. Рекомендую раковый суп Багратион. Суп я не буду. Наполнил стопки Аболенский. Блины и салат овощной. Спасибо, Елена. Очень пасхальный текст. Спасибо, Михаил, за него именно оценки. Денис. Первая оценка за технику 4. Вторая оценка будет 6. Юра. 4-4. Продолжает Юрий Вредничек. Александр. 4-4. Это не Юрий Вредничек. А, понятно. Все, я понял. Юлия Сульженко. Сейчас, одну секунду. Я попробую текст на полный экран вывести. О, получилось. Светлана Шамонина. Инпривадо. Денис Драгунский. Третье лицо. Они были похожие. Короткие юбки, каблуки, чулочки в сеточку. Но совсем разные. Одна небольшого роста, беленькая и крепенькая роза. А вторая длинная, черная, стройная. Лили как-то. Лили как-то. Роза, роза. Так мама с папой назвали. И я тоже, Лиля. На самом деле. Вот так совпало. Бывает. Ничего. Лили и Роуз. Выпить дадут или сразу? Сразу, сразу. Пить будем в перерыве. Роза была за главную. Дирижер она была. Директор. Безобразие. Как сама хохача сказала Лили. Иногда, странно сказать, смущалась капельку. Но Роза смотрела на нее синими глазами, как туманными фарами. Не противно. А именно, что туманными. Как будто из них шел синий туман. И Лили все делала. Что Роза ей приказывала. Дирижировала быстрыми жестами своих белых-белых золотыми веснушками рук. Спасибо. Итак, это была Юлия Сульженко. И оценки для Юлии. Юра. Я не понял ничего, что сочетала Юля. Два, три. Так. Градус повышается. Александр. Три-четыре. Денис. Ну, мне все было понятно. Поэтому я поставлю первую оценку пять. Вторую оценку четыре. Ну что же, жюри становится все более непредсказуемым. И это, честно говоря, очень даже хорошо. Елена Агарвал. Может, я сразу дезертирую? Что-то мне уже страшно. Ну уж нет. Дмитрий Глуховский, пост. До вятки крупных населенных пунктов нет. Хода войны с Москвой особенно никто не помнит. А нам бы вятку присоедините, ладно. Что вам еще нужно? Еще он говорит, что нужно сохранять веру в Господа нашего. И молиться еженощно. Но это уже так. Личный совет. То есть с его фигурой все-таки у вас никаких сомнений не... Монах говорит. Монах. Говорит, рукоположен. Юродивый, возможно. Но не боевик с мозолями на плече и с пороховыми отметинами на пальцах. Видно, видно по нему глубоко верующий человек. А что же проводником не хотите его с собой туда взять? Казачий сотник ухмыляется. Вот прямо не хочется вам его тут у себя держать, а? Куда нам его такого проводника? Вон он, наладан дышит. Да он дальше свои нерехты и небывал. Нет уж, вы его подержите пока у себя. А на обратном пути мы его и в самом деле в Москву захватим. Спасибо. Итак, оценки для Елены, которая чуть было не дезертировала. Александр. Слушайте, вот меня ужасно... Я чувствую себя плохим... Вот когда собаку спрашивают, кто хороший мальчик, да? Собака должна догадаться, что она хороший мальчик. Я чувствую себя плохим членом жюри. Потому что, с одной стороны, понятно, что населенный пункт называют нерехта. Понятно, что рукоположенный человек оказывается рукоположен. Но оба эти слова настолько головоломные, да? Что, ну, серьезно за них снижать оценку по технике чтения. Как-то неловко. И не снижать неловко, не снижать неловко. Так что давайте, ну, пусть будет 5-6. Отлично. Александр, от меня вам 6-6 за эту оценку. Денис. Не буду так долго объяснять свое решение. Первая оценка будет 4, вторая оценка будет 5. Юра. А наезды на членов жюри можно? Не только на игроков? Мне кажется... Даже не знаю. Не об этом. Ну, ладно. Хорошо, просто странно слышать претензии про ударение, произнесение слов правильно. Когда члены все-таки жюри, а не жюри. А Елене 3-5. И завершает первый раунд Полина Лазарь, которая буквально вот ворвалась в последние минуты, когда мы уже начали читать. Полина, поэтому скажите, все ли вам понятно, что нужно делать? Как оценивают сегодня наших участников, наши судьи? Понятно ли, куда будет приходить текст? Да-да. Все понятно. Итак, поехали. Леонид Юлифович Филелин. Ни старая Пейла, ни Антихоя, ни Сиракузы не в силах были соперничать с Александрией. Ее маяк был одним из чудес света, ее дворцы и стады потрясали воображение. Из муссиона выходили разнообразные плоды илиинского гения, от стихов до механических игрушек, от медицинских снадобий до военных машин и космогонических теорий. Но если сравнивать Александрию с головой, а Египет с телом, это была голова мужчины, представленная к туловищу не то ребенка, не то немощного старика. В 5-6 милях от столицы начинался иной мир, столь разительной на нее не похожей, словно она не являлась его частью. Грек отплывает от Александрии вверх по Нилу, говорил, еду в Египет. Римлянин никогда не сказал бы, что езжает в Рим, в Италию, как егитянин не отделял Мемфиса от остальной страны. Спасибо. Оценки для Полины. Денис. Первая оценка будет 3, вторая оценка 4. Юрий. 3-3. Александр. 4-4. Ну что же, первый раунд закончен и, в общем-то, я считаю, размялись, размялись неплохо, размялись судьи у нас, некое соперничество и конфликт образовался у нас и в судейской бригаде, поэтому сейчас давайте предостоим слово высокому судейству и пусть они расскажут, что они увидели, что они оценивали, за что снижали оценки, за что, может быть, чуть-чуть накидывали баллы. Да, Юля, вы что-то хотите сказать? Простите, пожалуйста, да, я хотела бы претензию и свою защиту кое-чего сказать. Мне пришел текст, очень мелкий шрифт, и он разбит, без знаков припинания, а просто слитые предложения. Так, Юля, вы его читаете или у вас приложение? Я читаю с чата. Я бы пыталась вывести его на полную страницу, но это мне тоже помогло. Какое приложение на компьютере? Какое? Zoom. Да, 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 да. Да, ну очень странно, просто если какие-то проблемы с форматированием, то, наверное, надо было сказать, может быть, мы бы выслепали. Вот у меня, пожалуйста, пить, бы, а на следующую строчку перенесли, но удем. То же самое с глаголом была. Б на одной строчке и лав на другой. В начале текста третье лицо, они были похожи, все соединено вместе, без знаков припинания. Поэтому мы вас поняли, но более тяжелые моменты на самом. Ну, что ж, я думаю, судьи это постараются учесть в следующем раунде, а может быть и не учесть. Впрочем, сами они сейчас все расскажут. Их открывает выступление судейской бригады Юрий Геваркян. Это подстава, да? Конечно. Претензию. Давай, рассказывай. Так, ну что, мне кажется, почти все торопятся очень сильно. Так. И иногда, мне кажется, не очень понимаю, что читают. Иногда, вот в случае с Еленой, например, поскольку ей достался Сорокин, иногда попадала в тему. Прямо вот эта вот несостыковка текста и интонации была с Сорокинскому тексту на руку. Извините, мою корявость речь. Я сегодня в Тури, поэтому я сегодня коряво разговариваю. Иногда это было очень хорошо, а иногда это было очень плохо. Если чуть-чуть помедленнее будут читать, мне кажется, участники, вот Полину тоже, например, то они смогут и лучше понимать текст просто потому, что они будут больше видеть и как бы и себя не загонять. Ну и слушаться это будет легче. Вот это. Спасибо, Юра. Денис. Да, ну, поскольку сейчас вот посетовала одна из участниц на трудности, которые ее подстерегли, я позволю себе на эту тему высказаться, что у нас в данном случае даже не конкурс по чтению, а именно спортивный чемпионат. И вот мы все знаем, что великий Диего Марадона однажды мяч рукой забил в важнейшем матче, а в другой раз, наоборот, вынес рукой мяч, не дав забить гол своей команде в ворота. И судьи этого не заметили, но, тем не менее, решение потом не пересматривалось. Поэтому надо вот это иметь в виду. У нас спортивный чемпионат. Все может быть, могут трудности какие-то быть с передачей текста или со связью. Иногда не слышно половина слов. Но это надо иметь в виду. Что касается такого впечатления от участников, то, пожалуй, вот все, что сказал Юрий, именно это и не давало ставить самые высокие оценки. Поэтому надо меньше торопиться, меньше сбивчивости, но и все-таки вдумываться в те слова, которые перед глазами у вас. Спасибо, Денис. Александр Гаврилов. Интересно, что я сейчас вспомнил, как ровно год назад, когда был, соответственно, тоже на северский тур, еще тогда живой Фаустов, присутствовавший в чате, сказал, по-моему, сразу же после первого чтения или во время первого чтения, что у тех туров, которые делаются дистанционно в зуме, а не живьем, есть огромное преимущество перед очными. Не зачитывается время прочтения, то есть неважно, уложитесь ли вывод введенное время, как-то бывает при очных турах. И поэтому у вас есть возможность никуда не торопиться. Я понимаю, что это немножко странно, но я еще раз скажу то же самое, потому что мне кажется, что и проблемы, которые возникли с чтением довольно смешного фрагмента Драгунского, и досадные оплошности при чтении Сорокина, и, в общем, осыпающиеся смыслы слова и буквы, возникшие при чтении Юзефовича, все могли быть немножечко спасены просто более медленным чтением. На самом деле странно, непонятно, почему так распределились тексты. Мне кажется, что и текст Глуховского, и текст Глухова ничуть не проще сами к себе, но, видимо, готовность чтецов никуда не торопиться и не очень-то паниковать помогли им прочитать лучше. Спасибо большое, Александр. Ну и, уважаемые участники, два слова от себя добавлю. Вот сейчас очень важные, естественно, вещи, профессионально совершенно судьи вам сказали, но не попадитесь в эту ловушку, не начинайте сейчас свое чтение, особенно в поэтическом раунде, используя после каждого предложения мхатовские паузы и, в общем, делая все еще более растянутым, поэтому всего должно быть в меру, это важно, помните об этом. — Юль, а вот у меня информация для вас, тут пока жюри выступала, дело в том, что форматирование может слетать, если приложение установлено не на русском языке, оно у вас, наверное, на английском, на русском, да? — У меня на испанском, скорее всего. — К сожалению, проблема в этом, и здесь это претензии, к сожалению, уже не к нам. — У меня в прошлый раз такого не было. — А было то же самое все, да? — Нет, не было, текст был нормальный, крупный шрифт был, а сейчас шрифт настолько мелкий, что мне приходится прямо в экран залезать. — Да, когда придет стихотворение, сразу скажите, что там с форматированием, просто чтобы мы хотя бы понимали, что вам приходится читать. Но если это останется, мы, к сожалению, ничего здесь не сможем. — Ну, будем делать, будем бороться с тем, что есть. — Да, и как сказал Денис, это спорт, поэтому умеете по-спортивному хитрить. Ну, а начинаем с технический раунд, с участника, который набрал максимальное количество баллов. Это была Лена Огарвал, которая чуть было не дезертировала, а она открывает второй раунд. И, Елена, вперед. — Владислав Ходосевич, я родился в Москве. Я дыма над польской кровлей не видал, и ладонки с землей родимой мне мой отец не завещал. Россия пасынок, а Польша не знаю сам, кто Польша я, но восемь томиков не больше, и в них вся родина моя. Вам под Ермоль подставить в июл или жить в изнании в тоске, а я с тобой свою Россию в дорожном уношу мешке. Вам нужен прах отчизны грубой, а я где б ни был, шепчут мне арабские святые губы о небывалой стороне. — Спасибо. Александр. — Ужасно обидно, потому что и стишок хороший, и чтец хороший, но все равно 3-4. — Денис. — Обе тройки. — Юра. — 3-4. — Следующий участник — Юлия Сульженко. Юля, микрофон. — Да-да, одну секунду. Сейчас еще раз попробую. Ну, тут то же самое. Тут даже не стихотворение, а просто идет сплошной набор слов. — Ну что же, Юля. — Попробуй прочитать. — Добивайте, да. Будьте марадоной сегодняшнего матча. Рука Бога и все. — Предполагаю, что автор Вячеслав Иванов. Со двух дубов соседних спор о судьбах последних. Два ворона вели. С потопа числят годы. Пред ними сходят роды. Спокоятся земли. Пророчил черный вод возврат. А белый... Он ничего не видит. А белый граял. Арарат. Хвалились. Хвалились белизною. Я полюбился Ною. Он отпер мне ковчег. В волнах несыщих зерен. От мертвой снеди черен. Стал этих перьев снег. Я в радуге небесных врат Стал черный. Бел, как Арарат. Со двух дубов соседних О временах последних. Для врана спор вели. Два вещих сторожила. Два пламени светила. Над забытьем земли Пророчил черный ворон. Вот возврат. А белый славил Арарат. Спасибо. Весна. К сожалению, оценка за технику будет два. За артистизм четыре. Юрий. Во-первых, он Иванов. Ударение не имеет ничего общего. Перенослено. Ух, лох и всего такого. Два. Три. Александр. Мне было настолько трудно понять, что происходит в тексте, что я даже нашел, нагуглил ивановский текст. Да, два ворона. Он довольно сложный, даже если в нем расставлены строкоразделы. Там в конце каждой страфы удлиняется строка. С потопа числят годы, перед ними сходят роды. В покоящей земли пророчил черный. Вот возврат, а белый грайл Арарат. Ну, то есть, мне кажется, что... Ну, то есть, если человек выбежал играть в футбол, но ему перед этим переломали обе ноги, то как-то оценивать его способность забить в ворота немножко странно. Я прям... Это самое. Давайте я уклонюсь от своих обязанностей и не буду ставить оценки. Так, Александр, к сожалению, это недопустимо. Необходимо выставить какие-то две оценки, поэтому мы не можем вам позволить уклониться... Преизвольный 1.6. 1.6. Полина. Да. Дмитрий Клиновский. О, только бы припомнить голос твой, тогда я вспомнил бы и этот город, и реку. Не она звала снегой, и колоннаду грозную собора, и тонкий шпиль в морозной тишине, и сад в снегу такой нелетний, голый. О, если б голос твой припомнить мне, твой тихий голос, твой далекий голос, что это все мне без него, а он, он потонул, как все тогда тонули, без крика, без письма, без похорон, в тифозной качке, в орудийном гуле, с последней шлюпкой на крутой волне, отчалившей от ялтинского мола, о, если б голос твой приснился мне, твой дорогой, твой потонувший голос. Спасибо. Это была Полина Лазарь. Оценки для Полины. Юрий. Ну, за технику четыре, за артистизм три. Александр. Пять-три, да. Денис. Обе тройки. Елена Ширудила. Елена, микрофон, вас не слышно. Динаида Гиппиус. Армяк и лапти. Да надень, надень, на душу мысль свою, коварно сложную, и пусть, как страницы и ночью день, несет свермяжную сумму дорожную. В избе из милости под лавкой спит, пускай наплачется, пускай намается, слезами едкими свой хлеб солит, пусть тяже земняя ей открывается. Тащай опять ее, прими, прими, всепобедившую, смиренно смелую. Она крылатая, жила с людьми, и жизнь вернула ей одежду белую. Спасибо. Оценки за выступление Елены Шурудила. Александр. Я вообще, в отличие от Юрия, который как бы тут уже вызывался быть самым злым членом жюри, я люблю быть самым добрым членом жюри, но у меня не всегда получается, потому что ну вот тут так получилось каким-то удивительным образом, что Елена не попала в слова и в ударение по паре раз на каждый катрен и феерически не попала в соотношение смысла и интонации. Мне очень неловко, но я никак не могу поставить ничего другого, кроме 3-3. Денис. Первая оценка 3, вторая оценка 4. Юрий. Мне кажется, Елена слишком буквально приняла рекомендации не торопиться и ползунок скорости, если он сначала стоял на максимуме, теперь он сполз на самый минимум. Вот если будет где-нибудь посередине, это вот, извините, что я, Елена, не только о вас, вот у Полины как-то это удачно получилось полуной скорости куда-то ближе к середине кинстики. А так 3-3. Спасибо, Юрий, рекомендации, приму к сведению. Да, есть еще третий раунд, так что все можно использовать. Завершает поэтический раунд Надежда Пузанкова. Меня слышно? Да, да, Надежда, читайте. Игорь Северянин Я сделал опыт, он печален, чужой останется чужим. Пора домой, залив зеркален, идет весна, дверям моим. Еще одна весна, быть может, уже последняя, ну что ж, она постичь душой поможет, чем дом покинутый хорош. Имей свой, не строй другого, всегда довольствуйся одним, чужих освоить бестолково, чужой останется чужим. Спасибо. И оценки для Надежды. Юра. 4-4. Александр. Мне кажется, вот Надежда безупречно подвинула тот движок, который учит нас ставить туда, куда надо, Юрий Геворкян. И если не считать двух интенсионных опасностей, то это не очень простое стихотворение, прочитано, по-моему, очень хорошо. 5-5. Так, отлично. И, Денис. У меня тоже впечатление очень хорошее от этого прочтения, поэтому первая оценка 5 и вторая оценка 5. И Надежда Пузанкова становится победителем поэтического непростого раунда, набирает 28 8 баллов. Кстати, именно этот результат стал максимальным и в первом раунде. Ну и, не приходя в сознание, переходим к заключительному третьему раунду. Снова проза, но на этот раз зарубежная, современная зарубежная проза. И начинает третий раунд победительница поэтического Надежда Пузанкова. Надежда. Одну секунду, сейчас. А, вижу, все. Эмили Сент-Джон Мандель, стеклянный отель. Есть что-то успокаивающее в том, чтобы подчиниться рутине. Алкайтис бегает по двору, поднимает тяжести, отжимается и спустя полгода приходит в лучшую физическую форму за всю свою жизнь. Он не из тех, кто проживает безликие, похожие один на другой дни, чтобы ускорить ход времени. Такой способ выживания тоже вызывают у него уважение. Но сам он из принципа пытается каждый день делать что-то новое. Он находит работу, хотя с учетом его возраста это вовсе не обязательно, и подметает полы в кафетерии. Он вникает в местные порядки и платит другому заключенному 10 долларов в месяц за услуги прачечной. На свободе ему вечно было некогда читать, зато здесь он вступает в книжный клуб, в котором обсуждают романы «Великие Кэтспи», «Прекрасные и проклятые» и «Ночь нежна». Спасибо, Надежда. Александр. Мне совершенно не стоит придираться к тому, что Эмилес и Джон Мэндл зовут поскольку она все-таки хоть и живет в Канаде, но англоязычная писательница, что, соответственно, ее фамилия звучит не совсем так, но про «Прекрасных проклятых», про «Великого Гэтсби» все-таки очень царапало ухо. Мне жалко, но 3-5. «Денис» «Да, были досадные ошибки, вот в кафетерии особенно там произошло, поэтому 3 за технику и вторая оценка 4». Юрий? Мне очень не понравилось 4-2-3. Юра продолжает нести знамя самого злобного и строгого жюри, но тем не менее Надежда Пузанкова набирает 75 баллов, сейчас она лидер, но если честно, то это абсолютно не гарантирует место в финале для Надежды. Впереди еще 4 выступления и первым в погоню за лидером вступает Юлия Сульженко. Юлия, прошу. Сейчас из огня до вполымем. Сейчас попытаюсь разобраться. Но тут еще хуже, чем было, по-моему. Ну, что делать? Перекреститься и вперед. Конечно. Фредерик Бакман. Вторая жизнь. Тут написано увы, я так предполагаю, что должно быть увы, через неделю после того, как ему исполнилось восемнадцать, совершеннолетний увы сдал на права, позвонил по объявлению и пешком отмахал двадцать пять километров, чтобы купить свой первый собственный СААП синего цвета. Он продал старые отцовские девяносто второй и взял модель поновее девяносто третью. Сама машина была новее разве что номинально, потрепанный ветеран, но увы считал, что нельзя называть себя настоящим мужиком, пока не купишь свою первую тачку. Поэтому и взял развалюху. В ту пору в стране происходили большие перемены. Люди срывались с насиженных мест, уезжали на заработки, обзаводились телевизорами, а пресса вовсю трубила о нарождении среднего класса. Что это такое? Увы понимал, но не до конца, зато знал твердо, сам он к этому классу не принадлежит. Все. Спасибо, спасибо. Но вот стоило разобраться, увы или увы там, и мне кажется, все было неплохо, но посмотрим. Ну, у нас уже на третью попытку уже привыкла к слитому тексту. Надеюсь, еще попыток 5-6, и можно было вырваться середину к середине первых. Денис. Да, в этом раунде увы получил вторую жизнь, вот, поэтому, честно говоря, я сразу скажу, что за артистизм я поставлю 6, вот, а за технику 4. Юрий. 3-3. Александр. Видимо, вот, все же слышали, да, что Юля сказал, надо перекреститься и вперед. Видимо, с самого начала нужно было перекреститься и вперед. 5-5. Елена Шерудила. Фелеста Инг И всюду тлеют пожары. Зубочистка, если ее воткнуть в стандартную замочную скважину и сломает заподлицо отличная штука. Замок цел, но ключ не войдет и дверь не откроется. Зубочистку не так просто достать без тонконосового пинцета, а он редко бывает под рукой. А еще ничего, пойди найди. Чем больше досадует обладатель ключа, тем сильнее и настойчиво сует ключ скважину, тем упрямее зубочистка застревает внутри замка и тем дольше ее оттуда выковыривать. Даже и подходящим инструментом. Умеренно ловкий подросток еши пошевелиться, может ставить зубочистку в замок, отломать кончик и уйти примерно на 3 секунды. То есть трое подростков, работая слаженно, способны обездвижить все старшие классы. Все 126 дверей менее чем за 10 секунд. Спасибо. Оценки для Елены Шерудила. Юрий. 3-5. Александр. Мне показалось, что немножечко Елена передавила с игривостью в этом тексте, таком скорее сдержанном. Да, ну нормально ходим по школе, засовываем зубочистки в замки, но 4-5. Денис. Мне как раз показалось, что не передавило, а очень было как раз хорошо. Я с удовольствием вот эту драматическую историю выслушал, но все-таки досадные ошибки в технике не позволяют поставить больше тройки, а за артистизм 6. 3-6. Александр, я к радости или к сожалению работаю в школе и представив, как 126 человек засовывают в зубочистки дверные скважины, я, наверное, ощутила на себе этот грандиозный момент. Елена, как ваш коллега 10 лет сразу после выпуска из педагогического института, отработавшей в школе и видевшей там разное, там баллончики с лизоточивым газом прижатые под батареи для того, чтобы эвакуировали этаж и всякое такое, я всем сердцем вам сочувствую, но по-прежнему мне кажется, что как бы характер романтики несколько иной. Вот за такие моменты я и люблю наш чемпионат. Спасибо вам, Елена, за эти воспоминания и вам, Александр, за эти комментарии. Итак, 71 балл получает Елена, поднимается на вторую строчку, на первом по-прежнему Надежда Пузанкова, ну а на третьем месте Юлия Сульженко, но впереди еще Елена Агарвал и Полина Лазарь. Продолжает Полина Лазарь. Полина. Так. Хорошо. Себастьян Барри, Тысяча лун. В конюшне стояли 14 или 15 коней, в каждой отведенном ему стоили. Хочешь, можешь за ними присмотреть, я тебе дам 50 центов. Это предложение застало меня врасплох. Доброта? А может, я выгляжу, как маленький тощий индейц-бродяжка, которому не помешает 50 центов, чтобы самому поужинать? Можно, сказал я. Ты часом не конократ или что-нибудь такое? Не, у меня свой мул и ворот привязан. Видел я твою клячу. В общем, так, ты прав, лошади нельзя бросать от них. Пойду-ка я возьму миску жаркова, вернусь и разделю его с тобой. Я промолчала. Фрэнк Паркман тронулся с места, почти полностью закрыл двери конюшни, подмигнул мне и ушел своим путем. Он меня опять удивил тем, что оставил тут и вберил мне свое царство. Спасибо. Это была Полина Лазарь. Оценки для Полины. Александр. Ух, сложное. С одной стороны, есть существенные оплошности, да, вроде подмигнул, а с другой стороны, через гораздо более сложные редуты Полина пробивалась очень успешно. Ну, ну, давайте четыре. Четыре. Денис. Мне тоже сложновато. первая оценка будет четыре, вторая оценка будет пять. Мне показалось, что с душой было прочитано как-то так спокойно, хорошо. Юра. на мой личный взгляд. У Полины очень такая живая манера. У нее своя манера. Она очень живая, очень эмоциональная. Но из-за того, что Полина опять стала очистить, стакать вперед, это получается такая гиперболизированная манера. Когда на эту живость накладывается еще и скорость чтения, мне кажется, это идет во вред. Опять на мой вкус 3-4. 3-4. 66 баллов получает Полина и она теперь занимает третью строчку. Ну а лидером в третьем раунде и по сумме трех раундов остается Надежда Пузанкова. Второе место Елена Ширудила. Итак, читает Лена Агарбал. Салли Руни нормальные люди. Канел ставил пустую бутылку на стол, смотрит на Мариану. Она расправляет платье. А ты очень хорошо выглядишь, говорит он. Знаю, это в моем духе. Поступила в колледж и похорошела. Его разбирает смех. Он не хотел смеяться, но что-то в этом странном обмене репликами вызывает смех. В моем духе типичная фраза для Марианы с элементом самоиронии и в то же время с намеками на их взаимопонимание, на осознание своего собственного места в его душе. У платья низкий вырез. В нем видны бледные ключицы, похожие на два белых тире. Вы всегда были очень милой, говорит он. Я просто не понимал. Я же недалекий. Ты не просто милая, ты красавица. Она больше не смеется. Со странным выражением лица отбрасывает волосы с лба. Вот это да, говорит она. Давно я таких слов не слышала. Спасибо, Лена. И оценки за завершающее чтение в третьем раунде. Денис. вот если опять проводить аналогию с футболом, то у меня такое неотступное ощущение, что игроки играют в ливень, просто вот поскальзываясь. Михаил так оценил, Денис, эту аналогию. Очень обидно. Все слышали, как сгивчиво получилось у Елены. Но мне понравился тон такой приятный. И за артистизм я поставлю пять, за технику придется поставить два. Юра. У меня примерно такие же впечатления, как у Дениса, поскольку это последние оценки. Я последний, Олег? Да. Последние оценки, можно уже не таиться. Я болел с самого начала, хоть я и судья, но у меня там есть люди, за которых я болел. За Елену и за Полину именно потому, что у Полины и Елены есть своя манера. У Полины она такая живая, а у Елены она такая без надрыва, без театральщины. Бывают, когда участники пытаются мхат изобразить в трех абзацах. А у Елены спокойно читает, как она есть, так же, как и Полина. подвела лишняя скорость, а Елену стыкчивость. Поэтому я за технику не могу поставить выше двойки. Из-за того, что техника была не очень, не хватило именно аспективного. Он чувствовался, но если бы более-менее хотя бы гладко можно было оценить, а он все время сбивался, сбивался, поэтому 24. Александр. Вот так же, как Юра в какой-то момент сказал, что кто бишь там необыкновенно попал в Сорокина Лену Шарудилу, так же здесь тут нужно понять, что на самом деле происходит. Роман с Альной Руни о двух подростках, ну вернее, о двух людях, которые знакомятся в школе, морочат друг друга голову, с самого начала испытывают друг другу непонятные им чувства, потом снова встречаются после колледжа, и так всю жизнь морочат друг другу голову, ничего особенно у них не происходит хорошего. Такие нормальные люди, и вот эта сцена, в которой они встречаются долго в расставании, хотят сказать что-то одно, говорят что-то другое, запинаются говорят глупости, при этом испытывают мощные эротические переживания, она странным образом очень попала вот и в эту сбивчивость, и в эти ошибки, то есть странным образом артистическое решение оказалось даже лучше, может быть, чем Лена собиралась, вот и действительно мне кажется тут именно вот эта Ленина холодность такая, ну как бы очень сдержанная эмоциональность, правильнее так сказать, она тоже очень попадает в салеруни, давайте ну я не знаю давайте 2-6 2-6 самые неожиданные, самые необычные сочетания в оценках сегодня на моей памяти за прошлый сезон были 1-6 2-6 но тем не менее 69 баллов получает Елена и это место в финале так что приветствуем финалистов Елену Агарвал 69 баллов Елену Ширудила 71 и Надежду Пузанкову 75 5 баллов Итак уважаемые судьи уважаемые участники сейчас будьте внимательны особенно финалисты особенно судьи правила игры меняются и все финалисты сейчас у нас оказываются в финале с одинаковым количеством баллов все что они набрали до этой минуты сгорает и в общем-то все они абсолютно сейчас на равных задача судям и так было сегодня непросто крайне непросто местами а сейчас будет еще сложнее поскольку выступления финалистов оцениваются по иным критериям нет больше никакой техники никакого артистизма есть только одна оценка общее впечатление и нет четверок пятерок и шестерок есть только один балл два и три именно эти баллы и нужно будет раздать участникам после того как они подряд все трое прочитают финальные стихи а в финале этапа Буэнос-Айрес финалисты прочтут стихи Есенина об Айседоре Дункан что как вы понимаете имеет самое прямое отношение к нашему сегодняшнему этапу итак начнет Надежда продолжит Елена завершит выступление финалистов тоже Елена нет 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 прошу прощения начнет Надежда потом Елена Шерудила и Елена Агервал и потом уважаемые судьи да не спешите сразу называть оценки я буду постепенно допрашивать вас будем сохранять интригу в общем начнется опытка жюри еще раз обращаю ваше внимание что одну оценку единицу двойку или тройку вы можете поставить только один раз только одному участнику уважаемые судьи это понятно будем считать что понятно уважаемые участники финалисты вам понятно как вас будут оценивать понятно тогда поехали начинает Надежда Пузанкова Сергей Есенин пой же пой на проклятой гитаре стойте а это нормально что мы не видим Надежды Пузанкова нет ее видно все замечательно Александр переключитесь в режим галереи или как-то извините Надежда можно считать это тем как бы начинаю сначала поехали Сергей Есенин пой же пой на проклятой гитаре пальцы пляшут твои в полукруг захлебнуться в этом угаре мой последний единственный друг не гляди на ее запястье из плечей ее льющийся шелк я искал в этой женщине счастье а нечаянно гибель нашел я не знал что любовь зараза я не знал что любовь чума подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума пой мой друг набивай мне снова нашу прежнюю буйную рань пусть целует она другого молодая красивая дрянь ах постой я ее не ругаю ах постой я ее не кляну дай тебе про себя я сыграю под басовую эту струну льется дней моих розовый купол сердце снов золотых с ума много девушек я перещупал много женщин в углах прижимал да есть горькая правда земли подсмотрел я ребяческим оком лижут в очередь кобели истекающую суку с соком так чего же мне ее ревновать так чего же мне болеть такому наша жизнь простыня да кровать наша жизнь поцелуй да вомут пой же пой в роковой размахе этих рук роковая беда только знаешь пошли их нахер не умру я мой друг никогда спасибо надежда и еще одно стихотворение Сергея Есенина об Исидоре Дункан читает Елена Шерудила секундочку Сергей Александрович Есенин пускай ты выпита другим но мне осталось мне осталось твоих волос стеклянный дым и глаз осенняя усталость о возраст осени он мне дороже юности и лета ты стала нравиться вдвойне воображению поэта поэта я сердце никогда не лгу и потому на голос шванца бестрепетно прошу прощения у меня нет все скрывается все вместе я потерялась я потеряла стихотворение у меня опять у меня с чатом проблемы что мне делать помогите как потерялась перемотайте вверх или вниз сейчас я на мышку перейду с очпада прошу прощения мне продолжить или сначала продолжим так я просто не вижу даже полосу прокрутки я сердцем никогда не лгу и потому на голое щванство бестрепетно сказать могу что я прощаюсь с хулиганством пора расстаться с озорной и непокорной отвагой уж сердце напилось иной кровь отрезвляющая брагой и мне в окошко постучал сентябрь багряной веткой ивы чтоб я готов был и встречал его приход неприхотливый теперь со многим я мирюсь без принуждения без утраты иною кажется мне русь иными кладбище и хаты прозрачно я смотрю вокруг и вижу там ли здесь ли где что ты одна сестра и друг могла быть спутницей поэта что я одной тебе бы смог воспитываясь постоянстве пропеть о сумерках дорог и уходящем хулиганстве спасибо Елена за героизм героически вы все преодолели и завершает финал этапа чемпионата мира почтения услуг города Буэнос-Айрс Елена Абербал Сергей Есенин сыпь гармоника скука скука гармонист пальцы льет волной пей со мной паршивая сука пей со мной излюбили тебя измозгали не втерпешь что же ты смотришь так синими брызгами или в морду хош погород бы тебя начучила пугать ворон до печенок до печенок меня замучила со всех сторон сыпь гармоника сыпь моя частная пей пей выдра пей мне бы лучше вон ту сисястую она глупей спасибо но да конечно я знал что будет непросто мне кажется сейчас выбор может быть непростым а может быть наоборот жюри скажет что здесь собственно все понятно но попробуем сохранить интригу и Александр все-таки позвольте я начну с вас но я прежде чем вы назовете какую-либо оценку скажите пожалуйста вот общее впечатление от финала вот что вы услышали понятно что были три разных очень чтения тем не менее вот технические заминки они как-то помешали вам правильно оценить выступление одной из участниц нет технические заминки не помешали мне ничего оценить в смысле оценивать очень просто есть техническая заминка снижаешь оценку этот раунд финальный раунд Буэнос-Айресского от Крой Рота меня очень обрадовал потому что я честно говоря к поэту Есенину отношусь с раздражением смешанным с недоумением и его всемирная популярность представляется мне досадной оплошностью русской культуры этот раунд показал стихи Есенина даже очень в прошлом популярны и теперь даже никто не знает очевидно читали в первый раз то есть вот в этих трех стихотворениях была одна хорошая ритма одна измызгали брызгами и то что она больше никому неизвестна означает что никто больше эту пьяную погу не читает спасибо ну что же Александр пока может собраться с мыслями и подумать над оценками кому единица кому двойка кому тройка а начать выставление баллов Юра давай начнем с тебя кому два опять подставок да общее впечатление сказать да для меня главным разочарованием финала стал момент когда Александр сказал что видно что участники что они читают эти стихотворения в первый раз и все и Надежда и Елена Огарвал и Елена закивали мне стало за вас стыдно вот мне сразу захотелось всем снизить оценки вот до нуля но поскольку Олег сказал такое делать нельзя придется кому поставил два то есть среднее место среднее место опять меня разочаровала Елена я за нее в основном туре Огарвал болел и за Полину и вот опять Елену подвела сбивчивость но сбивчивость не повинеть технике компьютера или чата собственно вот и мне кажется вот это вот эта манера такая спокойная хорошая личная немножко не легла на Есенина в общем два балла два балла Елена Огарвал правильно его? да Денис Денис наверное самую сложную задачу я тебе рискну сейчас поставить это поставить кол неблагодарное это дело но тем не менее ставить его придется Бивай ну дорогие друзья как раз чудесным образом именно отличие этого тура в том что можно не выделять технику артистизм а просто общее впечатление сказать и соглашусь с тем что сложно мне было бы проще просто поставить высший балл я просто знаю кому вот но если выбирать кол то это Елена Огарвал к сожалению понятно так Александр а вам я предлагаю поставить тройку а я правильно понимаю что тройка это высшая оценка да совершенно верно значит смотрите я должен сделать одно отвратительное заявление значит я много работаю в разных жюри Юра слышите я поправился значит и поэтому я хорошо знаю что лучший это не тот кто делает что-то за небесным образом а всего лишь тот кто делает нечто лучше чем два в данном случае два его соперника да если все остальные делают хуже чем вы вы лучший и в этом к сожалению огромному моему у меня не было такого вот переживания когда вау это новое прощение Есенина каранты вот как я жил до того нет ничего этого со мной не случилось оценку три я оставлю Елене Ширудило оценка три Елене Ширудило Денис нет Юра А твоя тройка кому достанется А про единицу не будет нет а можно сказать ну хорошо только для тебя хорошо спасибо большое я ценю такое отношение про единицу я поскольку претендую соревнуюсь с Александром в звании самого слова член Тури я бы вот надежде за прочтение Есенина за аппетит посыл бы просто ноль или дисквалификацию просто полнейшую потому что на мой вкус это было очень плохо поэтому я даже вот как-то слышал в первой строчке подумал что это единица без шанс ну все кто следил за моими попытками умничать уже вычислили у кого три у Елены огорвал два у Елены Шерудила три да успели вычислили Денис поставь двойку двойку получает Елена Шерудила и тройку получает Надежда Пузанкова от Дениса так Александр как вы думаете от вас сейчас что-то зависит пока вы думаете скажу зависит от Шерудила восемь и девяти баллов Йора что это такое ну что это такое все снимай Александр тем не менее единица и двойка у вас остались расставьте двойка ну окей давайте я тоже как коллега мы же состязались за звание самого злобного давайте это самое давайте хлестнем говна из ушата значит мне у меня не было претензий в общем к артистизму прочтения в этом туре да все три решения были ну понятные так или иначе и связанные с персональным так сказать с персональным умением и выбором читательских техник но в одном из прочтений меня страшно обескуражила возможность чтеца разрывать связи внутри идиом внутри устойчивых выражений да там парня свела с ума вот вот эти интенсионные неровности возникавшие внутри устойчивых конструкций мне не позволили поставить замечательному участнику Надь Пузанковой больше единицы в этом туре двойку с легкой душой поставил Леня Агервал спасибо Александр вообще аплодисменты для журистов сегодня вот настоящее конечно состязание было и между ними вот огромное удовольствие я лично получил слушая комментарии к оценкам этот состав надо будет сохранить сегодня использовать его в особых случаях ну а получился достаточно красивый результат по 5 баллов набрали и Надежда и Елена ну а чемпионом Аргентин чемпионом Буэнос-Айреса сезона 2020-2021 становится Елена Ширудила которая впервые присоединилась сегодня к нам надеюсь не пожалела поскольку не просто сегодня складывались различные обстоятельства и от меня лично и от всех организаторов огромное спасибо каждому участнику Юля вам спасибо вот отдельное просто от меня потому что очень часто после таких каких технических накладок сбоев с форматированием или каких-то зависания люди просто вот не выдерживают эмоционального какого-то надрыва и уходят вы остались с нами замечательно прочитали в третьем раунде я думаю все это оценили вот большое спасибо Полина я знаю что пришла домой попыталась подключиться интернета нет она бегом на улицу на автобусе да на общественном транспорте поехала к сестре где есть интернет и успела подключилась вот очень интересно участвовала я надеюсь что еще увидимся потому что с Аргентиной будем дружить и продолжать но с Надеждой и с Леной здесь тоже все понятно они сегодня частично и помогли все это организовать во многом им большое спасибо ну а чемпиона Елена Шерудила я поздравляю считаю совершенно заслуженная победа и давайте дадим слово Елене послушаем что она скажет ну а потом если кто-то захочет ей что-то добавить мы тоже с удовольствием вас послушаем вам слово Елена я хочу сказать большое спасибо первый блин оказался никомом и действительно связь в Аргентине ужасная и мне сегодня пришлось сестра на выезжать друзьям не просто катать яйца на Пасху но еще присоединиться к чемпионату и на самом деле я хочу сказать большое спасибо девочкам соперникам соперницам с вами было круто и мне теперь очень хочется с вами встретиться не дистанционно а реально город в Индесаре не такой же большой наверное надежда сможет нас собрать всех вместе и огромное спасибо членам жюри я теперь понимаю что я для себя составлю большой список произведений которые мне просто необходимо надо надо прочитать всю жизнь любила Маяковского теперь честно говорю вернусь Сергею Александровичу Есенину и пересчитаю многие его произведения потому что мне ужасно стыдно но именно это стихотворение я никогда не читала спасибо большое наверное нам теперь есть над чем задуматься над нашим прочтением не только прозеические произведения но и стихотворным я думаю что это огромнейший опыт для нас для всех и все что не делается в нашей жизни не случайно значит мы когда-то его сможем применить спасибо большое у меня бокал шампанского мне уже подсунули отлично это то что нужно шампанское это весьма кстати я вижу еще у кого-то появилось в кадре вообще любой допинг только приветствуется на нашем чемпионате ну и несколько слов естественно надо блестящего судей сегодня Денис я хочу тоже поблагодарить во-первых организаторов за такие трансокеанические наши состязания вот участников финала хочу поблагодарить за ту невероятную атмосферу декадансов которую они нас сейчас погрузили с Сергеем Александровичем Есениным то есть у меня честно говоря со школьных времен Сергеем Есениным было такое впечатление такое восторженное вот а сейчас ну вот собственно наверное было все так плохо что стало хорошо спасибо вам друзья спасибо Денис Юра я во-первых тоже благодарен организаторам за то что организаторы организовывают прекрасные откроют роты по всему миру очень радостно что это чемпионат мира теперь а не России я теперь к сожалению поскольку я перешел члена жюри теперь не могу участвовать по регламенту этого года и с шансами на чемпионство расстался вот все я понимаю что были технические сложности у Юлии у Елены в конце в финале тоже возникло но как произведу заметили коллеги из жюри Денис что такое в спорте получается но меня больше всего удивило и порадовало что несмотря на все сложности которые возникали у участников никто не жаловался на это все как-то превозмогали как могли улыбки на лицах не сменялись никто в общем не жаловался все достойно прочитали от начала до конца были технические сложности как минимум два члена жюри соревновались в том кто из них больше кто из них больше плеснет из ушата говна прошу прощения вот и все легко на это реагировали так как настоящие леди и прочитали все прекрасно спасибо большое я получил удовольствие спасибо юра и александр гавриев мне ужасно приятно с одной стороны видеть какие-то знакомые лица и слышать знакомые голоса в первую очередь юльсу лженко читательские успехи которые я очень хорошо помню по прошлому году я вижу что люди которые впервые принимают участие настоящие звезды я очень надеюсь что Полина будет еще принимать участие в открой ротах потому что очевидно что у нее есть огромная потенция для серьезных таких лидерских победительских проходов по полю открой рота но главное что вы сегодня чему сегодня вы все свидетелем были это важнейшее важнейшее понимание устройства мира это что школьный учитель школьному учителю глаз не выклюет и понятно что никто кроме Елены Шрудила после того как мы обменялись тайными масонскими знаками победителем сегодня быть не мог спасибо мы так и поняли спасибо жюри спасибо участникам надежда большое спасибо над всей нашей ассоциации международная федерация чтения за помощь в организации всем участникам еще раз отдельное спасибо читайте хорошие книги играйте в открой рот спасибо Буэнос-Айрес привет Аргентина до встречи в эфире спасибо спасибо до свидания до свидания большое до свидания так как уходить отсюда сэнд сэнд сэнд